Меня зовут Калинина Татьяна, я астролог, и у меня есть своя школа астрологии Ашвини. 16 сентября мы начинаем курс для начинающих, 18 сентября начинаем курс по Накшатрам. И сегодня я хочу разобрать гороскоп Киану Рипса. Знаете ли вы такого человека? Напишите мне, пожалуйста. Потому что, ну я так понимаю, что Киану Рипс это уже герой рожденных в 80-е годы. Может быть люди, которые родились там после 95-го года и особо фильмов-то с ним не смотрели, и не знают его. Потому что он такой вообще затворник. В общем, я хочу немножко вам прочитать про него, то, что у Итья нарыла в Википедии, и потом посмотреть в гороскоп. Показать вам, что и как тут видно. Значит, Киану Рипс это красивый актер у нас, американский. Родился в Ливане в семье художницы по костюмам и геолога. В общем, отец бросил ее, жену и Киану, когда ему было 3 года. И Рипс не поддерживает отношения своим с отцом. У него в детстве, в детстве он часто менял место жительства, постоянно переезжал. И мама вышла замуж второй раз. То есть у него должен быть указание на то, что у него будет отчим. И в принципе, когда есть отчим, все-таки какая-то позитивная карма в девятом доме, доме отца должна присутствовать. Так, вырос в Торонто, преуспевал в хоккее. А, у него есть дислексия. Дислексия, по-моему, это когда ты не можешь сосредоточиться. А, проблемы с овладением навыком чтения письма, грамотностью, арифметикой. В общем, это избирательное нарушение способностью к овладению навыками чтения письма при сохранении общей способности к обучению. Вот, кстати, америкосы очень любят ставить такие диагнозы, дислексии. У нас, по-моему, просто под затыльник давали в то время и говорили, давай, садись, учись. А у них, простите, у нас дислексия, ну и эксклюзивная. Так, в общем, что еще по океану Ривса, интересное перед разбором гороскопа. В 15 лет сыграл первую свою роль Меркуцио в театральной постановке Ромэна Джульетта. Потом на канадском телеканале, в комедийном сериале снялся и пошло-поехало. В 90-х годах он уже в серьезных фильмах снимается. В 2000-х... В начале 2000-х получают звезду на Голливудской аллее славы. Это... Дислексия, да. На Голливудской аллее славы. Славы. Это очень круто. В Матрице он сыграл. Сладкий ноябрь. Кто не рыдал под сладкий ноябрь, отключайтесь вообще из этого... Из лайфа моего, потому что если вы не переживали те сопли на кулак, которые в сладком ноябре, я не знаю прям как с вами общаться. В общем, Три Матрицы это его самые лучшие вообще фильмы, которые дали ему колоссальные какие-то там заработки. И до сих пор он, я так понимаю, с них живет. И он такой странный, этот Киан Ривз, он вообще живет каким-то отширическим образом жизни. Насколько я помню, у него долгое время не было вообще дома, своего никакого. Он жил в гостинице всю жизнь. Ну, прикол такой, как бы с заморочками парень. Ну, и вот я как бы и тут не вижу указаний на то, что он купил этот дом. Может быть, он до сих пор вот выкупил в отеле этаж и там живет. У него была трагическая история с возлюбленной, которая погибла. Никогда не был женат. В декабре 1999-го его киноактриса, подруга киноактриса Дженнифер Сайм родила девочку. К сожалению, девочка была мертвая и сама погибла через пару лет в автокатастрофе. Ну, в общем, после этого, как бы, Ривз вообще замкнулся. Надо посмотреть. Да, вот я вам советую «Сладкий ноябрь», но он такой, рыдать вы будете больше, чем над Хатико. Кстати, если вы досмотрели Хатико, тоже отключайтесь, потому что Хатико офигенный фильм. Ну, а на самом деле, если не хотите рыдать, а посмотреть какой-нибудь вот такой женский, расслабляющий фильм, чтобы, ну, как-то вот ощутить спокойствие, какое-то умиротворение, я вам рекомендую фильм «Разум и чувство», во-первых, 2008-го года и «Гордость и предубеждение». То есть это вот два фильма по Джейм Остин. Я их до дыр, наверное, досмотрела. Наизусть выучила. Офигенные фильмы. Ладно, давайте смотреть на его гороскоп. Переворачиваю свою смотрелку. Вот, это гороскоп Киану Ривса. Он восходящий скорпион, что, в принципе, вообще объясняет его замкнутость. Скорпионы достаточно замкнутые люди. И хозяин первого дома, то есть хозяин всего гороскопа, стоит в доме смерти. Восьмом. Вот, это склонность к депрессиям, это склонность к, ну, к каким-то суицидальным мыслям, к затворничеству. Это трагичность судьбы. Здесь еще в восьмом доме смерти и всяких неприятностях состоит Раху. Поэтому, к сожалению, это его кармическая задача, вот эту всю энергетику кушать в этом воплощении. Тут же стоит Луна, хозяйка дома отца, что объясняет то, что он, ну, отец его бросил. А Луна здесь тоже, конечно, в гороскопе указывает на психику человека. И, находясь в восьмом доме вместе с двумя такими нерадостными соседями, Раху у нас вообще голова демона отрубленная, Кету это у нас, о, блин, Марс это у нас тоже бог войны. Поэтому Луна, конечно, очень сильно страдает от этого положения. То есть, я думаю, что отношения с матерью у него тоже были очень дисгармоничные. У Киану Ривса. Ну, и, соответственно, Луна хозяйка дома отца. Поэтому он и был лишен отца очень рано. Но здесь стоит Венера, что говорит о том, что все-таки нашелся человек, который ему отца заменил. Что его делает таким успешным? Солнце у него во Льве в десятом доме, доме социального положения, в своем знаке. То есть, он родился, собственно, на зените солнца в 13.28. Это очень круто. То есть, это высокое социальное положение обеспечено. Так, мы разбираем гороскоп Киану Ривса, кстати. Те, кто присоединился только что. В общем, такая насыщенность этого восьмого дома объясняет его какие-то трагичные такие вещи в жизни. Здесь же стоит Сатурн в четвертом доме, доме внутреннего счастья. И Сатурн является хозяином третьего дома. Вот когда хозяин третьего стоит в доме матери, это говорит о том, что человек не будет испытывать внимание матери. То есть, мать будет похищена другими детьми или какими-то своими собственными делами. Ну, в случае Киану Ривса, это второй брак матери. И я вот прочитала в Википедии, что его больше воспитывали сестры матери, чем сама мать. То есть, там вот семья ее больше вклад делала, чем она. Ну, это вот положение Луны в восьмом и Сатурна здесь, как хозяина третьего. Ну, Сатурн просто в целом здесь находясь, говорит, что человек не склонен быть счастливым. Он склонен быть несчастным. То, что Сатурн и Меркурий аспектируют четвертый дом, это же еще дом Родины, говорит о том, что человек уедет. Почему Меркурий? Меркурий хозяин восьмого. И он аспектирует четвертый дом. И здесь еще Сатурн. Два поражения четвертого дома говорят о том, что человек с Родины своей уедет. Что еще здесь интересненького? Давайте посмотрим, почему он на весь мир известный человек. Восьмой дом разберем. Потому что восьмой дом – дом известности. Здесь Раху в экзальтации. Планета Раху напрямую связана с киноиндустрией, творчеством, таким телевизионным и тому подобное. Поэтому он из-за Раху дал ему популярность. Также, вот все-таки каких персонажей он играет? Либо очень грустных, либо персонажей, которые попадают в какие-то критические ситуации. Все по восьмому дому. То есть все это вписывается в энергетику восьмого дома. Чего еще там? Ну, Меркурий с Солнцем. Здесь говорят о том, что он такой очень умный. Меркурий в шестнадцатом градусе. Солнце в шестнадцатом. Очень близкое соседство Меркурия и Солнца в этом доме десятом карьеры. Говорит о том, что в период Солнца он будет процветать. А вот в период Меркурия, скорее всего, у него все покатится. Потому что Меркурий все-таки сажжен. Сажжен, солнышко. Вот последний какой-то крупный фильм у него был в 2009. Самурайские фильмы какие-то. Тут какие-то уже не очень популярные фильмы. Ну, вот 2011 год. В общем, уже, можно сказать, много... О, смотрите-ка. Нет, все-таки в 2014 году «Боевики» каком-то еще снялся. А, и вот он во второй, в третьей части. Но уже не так активно. Все-таки Киан Ривз — это герой 90-х годов и начала 2000-х, когда он был сверхпопулярным просто. Но, в общем, человек, конечно, интересный. Здесь Юпитер стоит в седьмом доме. Но так как я не имею суперточного времени его рождения, я не могу ручаться за вот этот гороскоп. Почему он остался холостым? Потому что вот этот гороскоп у нас показывает именно судьбу брака. Здесь, в целом, ну, все достаточно нормально. Тут мы не можем сказать, что он прям должен остаться один на всю жизнь. Но в гороскопе брака здесь много, конечно, поражений. Юпитер в падении аспектирует седьмой дом брака. Сатурн, хозяин 12-го, аспектирует дом брака. Раху аспектирует первый дом. Это тоже плохо. Хозяин седьмого дома в шестом, и он сожжен солнцем. То есть то, что солнце с Меркурием здесь в одном градусе, значит, что в сожжении Меркурий везде. То есть они везде будут попадать, во всех дробных картах, в один дом. И Меркурий будет страдать по всем сферам жизни. Соответственно, хозяин седьмого в шестом, в доме несчастных случаях, сожженный солнцем, это предвестник негатива в браке. Те, кто присоединился, я напоминаю вам, что мы разбираем гороскоп Киану Ривса, актера голливудского. А, смотрите-ка, все-таки около девяти лет с начала своей звездной карьеры Ривс предпочитал жить в съемных домах и отелях. Он достаточно долго был постояльцем известного калифорнийского отеля Шатоу Мармон. И в 2003 году только он купил свой первый дом. Вот, все-таки в Лос-Анджелесе он купил. А, нет, смотрите, в районе Голливуд-Хиллз. Ясно. Вот. Вот такие дела. Ну, давайте еще гороскоп Д7 посмотрим. В принципе, гороскоп Д7 нам должен показать тоже некоторое неблагополучие, потому что детей-то у него нет. Ну, вот, пожалуйста, здесь шанс только на одного ребенка, Юпитер. Но, к сожалению, Сатурн, Раху, Меркурий, Солнце, это все демоны. Они не способствуют дниторождению. Ни одна мягкая планета типа Луны и Венеры не оказалась вот в этих домах. Первым, пятым, девятым. И, ну, вот так вот оно получилось. Ужасно, конечно. На этой оптимистической ноте считаю эфир успешно завершенным. Гороскоп Киану Ривса мы с вами посмотрели. Ну, на таком, конечно, очень поверхностном уровне, потому что в формате прямого эфира, ну, слишком сложные вещи мы не делаем. Все-таки мы тут не академики. Слишком сложные вещи мы делаем на курсах. Вот. Я вам желаю хорошего дня. Напоминаю, что 16 сентября стартует курс «Астрология для начинающих». Ссылку я оставлю в профиль. Прямо сейчас зайду и поставлю. 18 сентября у нас курс по Накшатрам, созвездиям. И я сохраняю этот эфир, чтобы вы могли его в течение суток посмотреть, пересмотреть. Так что, если вы сейчас в конце только присоединились, то через минутку уже можно будет запустить сначала и посмотреть весь разбор, гороскоп Киану Ривса. Всем пока-пока.